В марте текущего года в 63 регионе был создан общественный штаб независимого наблюдения за выборами. В рамках подготовки к выборам состоялось свыше 70 семинаров, на которых прошли обучение более 5000 наблюдателей. Главная цель – максимально заинтересовать людей и обеспечить прозрачность выборов. Наблюдатели – это самые разные люди, для которых неважно, кто из кандидатов победит. Они заинтересованы только в одном, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом. На занятиях опытные юристы и эксперты в области избирательного права рассказывали об особенностях законодательства и особенностях избирательной кампании. Досконально разбирали различные ситуации, которые могут возникнуть на участках. Например, как распознать провокацию или как действовать в условиях назревающего конфликта. Как всегда, когда выбор носит масштабный характер, сообщество наблюдателей представлено самыми разными людьми по возрасту, интересам и профессиям. Как и в прошлые годы, общественная палата направляет наблюдателей как из числа граждан, лично обратившись в общественную палату с соответствующим заявлением, так и по предложениям общественных объединений и коммерческих организаций. Неоднократно члены общественного штаба независимого наблюдения за выборами собирались за круглым столом и обсуждали насущные вопросы, один из которых – фейковая информация. Политические партии, связующие звено между гражданским обществом и властью. В 2021-м ЦИК заверил списки 15 политических объединений. Уровень активности партии, по словам экспертов, в этом году значительно выше, чем в прошлой избирательной кампании. Это способствует высокой конкуренции. По 25 округам в Самарскую губернскую думу выдвинулись 633 кандидата. Из них 60 получили отказ в регистрации. Среди основных причин – отсутствие необходимых документов и недостаточное число достоверных подписей. Если говорить о регистрации, то у нас в 2021 году зарегистрировано больше кандидатов, чем в 2016-м. Если в 2016-м у нас было зарегистрировано 550 кандидатов, то в этом году, я сейчас беру выборы Самарской губернской думы, то в этом году мы зарегистрировали 573, то есть немного больше. В эту избирательную кампанию значительно возросло и количество самоводвиженцев. Я лично считаю, что это хороший показатель. И на будущее, конечно, желательно было бы стимулировать самоводвиженцев. И это хорошая конкуренция для партий и показатель состоятельности партии. Если они будут побеждать самоводвиженцев, значит партия имеет больший авторитет у избирателей. Эксперты общественного штаба по независимому наблюдению за выборами анализировали ситуацию с агитационными плакатами кандидатов от партий. При этом перекосов по количеству размещения обнаружено не было. На каждом информационном листе были размещены сведения о том, что его изготовление оплачено из соответствующего фонда. Не было выявлено случаев, когда плакаты, растяжки билборда не содержали бы этой информации. Это тратно, что наши политические партии, кандидаты соблюдают закон. И никаких в этом плане ни провокаций, которые тоже могут быть, ни сознательного нарушения закона здесь нет. В 63-м регионе работают 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. Обрабатывают избирательные бюллетени 338 комплексов. Их установили там, где максимальное количество избирателей. Каибы не только облегчают работу комиссии при подсчете голосов, но и исключают человеческий фактор, ведь ручной подсчет заменяется автоматическим. Современные комплексы оснащены встроенными аккумуляторами, поэтому даже в случае отключения электричества Каибы продолжают функционировать. Работу комплекса в тестовом режиме ранее продемонстрировали во время заседания общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Впервые Каибы работают в течение всех трех дней голосования – 17, 18 и 19 сентября. За ними ведется круглосуточное видеонаблюдение. Комиссия должна ввести Каибу дополнительные сведения. То есть, какие дополнительные сведения? Каиб не знал, сколько избирателей по списку, сколько бюллетеней комиссия получила, потому что для него это не важно. Он знает только, сколько в него опустили, действительно, недействительные и сколько за кого. Всю дополнительную информацию, чтобы составить протокол комиссии, должна ему дать. Также в период подготовки к выборам общественный штаб выпустил брошюру для наблюдателей, где прописаны их права и обязанности. Роль наблюдателя на любых выборах очень сложно переоценить, поскольку наблюдатель – это и свидетели, контролер и арбитр. Поэтому роль его очень важна. И хотелось бы, чтобы он в более полной мере исполнил принятые на себя, не побоюсь сказать, обязательства в этом плане. Представители штаба выходили на улицы Самары, где работали живые информационные центры, и делились с горожанами актуальными данными о предстоящем голосовании. На месте проводился дополнительный набор для желающих поспособствовать легитимности выборов. Так еще 300 жителей проявили интерес к общественному наблюдению и заполнили заявки. Я лично для себя считаю, что основная цель – это увеличение доверия к самим выборам и к тому, что они проходят прозрачно, честно и в точном соответствии с законом. Основная масса категоричек не знает, что они, как граждане, имеют живое возможность и право стать общественными наблюдателями. Поэтому я считаю, что это очень полезная инициатива. Самое главное, она близка каждому жителю. Избирательный процесс год от года совершенствуется. И многодневное голосование – это новый этап. Появившийся в период пандемии. Для разъяснения, консультации и фиксации нарушений в 63-м регионе создана горячая линия связи с избирателями. С 2009 года колл-центр работает на базе Нотариальной палаты Самарской области, поскольку этот институт представляет интересы обеих сторон – государства и граждан. Связаться с операторами можно с 10.00 до 18.00. В дни голосования – 17, 18 и 19 сентября включительно – прием обращений ведется с 8.00 до 20.00. Напомним, председателем общественного штаба независимого наблюдения за выборами стал член Общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор Телеканала «Самара» есть Елена Кольцун.